Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из очень интересных партий 8-го чемпиона мира Михаила Таля, которая была сыграна на международном турнире в Сухуме в 1972 году. Михаил Таля играл белыми, а его соперником был довольно крепкий гроссмейстер из Канады, Дункан Саттлс. Эта партия для Таля типична, потому что в ситуации, в которой, казалось бы, его соперник уже начал перехватывать инициативу, Михаил Нихемевич применил очень интересную и неожиданную жертву легкой фигуры, которая перевернула все с ног на голову. Итак, Михаил Таля сыграл Е4, а Дункан Саттлс ответил ходом Ж6, Д4, Д6, КНФ3, СНЖ7. Черные вознамерились разыграть защиту пирца у Фимцева, и в этой позиции самым популярным за белых ходом является КНЦ3, но Таля останавливает свой выбор на ходе СНЦ4. Это довольно солидная дебютная система за белых против защиты пирца у Фимцева. Так периодически играли сильнейшие шахматисты прошлого, так играют сильные шахматисты современности. Черные в этой ситуации играют С6, имея в виду продвинуть пешку на Д5, либо Б5. В обоих случаях слон оказывается под ударом, поэтому профилактическая слон Б3 выглядит весьма естественным. КНФ6 играют черные, нападая на центральную пешку, а белые играют довольно эластично, КНБД2. Имея в виду в дальнейшем поставить пешку на С3, и слон на Ж7 не будет уж таким активным. Рокировка со стороны черных, белые отвечают тем же, слон Ж4. Конечно, у черных здесь меньше пространства, они ютятся на трех последних горизонталях, поэтому размены легких фигур им по идее выгодны. Но в то же время, если разменяться на Ф3, у белых появляется преимущество двух слонов. Так и случилось в партии. После Е5 произошел размен пешек, КНД5, Х3. В этой позиции, в принципе, черные могли отойти слоном на Ф5. Здесь за белых особых выгод не видно, ход Ж4 выглядит рискованным, ну а слон на Ф5 пока что вне опасности. В случае чего, можно, например, отойти на поле Е6. Но здесь Дункан Саттлз забирает слоном на Ф3, и после хода КНДФ3 у Таля появляется преимущество двух слонов. Конечно, этот вид преимущества долговременный, но в то же время, для того, чтобы его использовать, нужно открыть позицию. У черных пока же нет слабостей, и после хода Е6 их слон на Ж7 выглядит достаточно сильной фигурой. В то же время, черные поля на королевском фланге защищает один он. И если его разменять, то эти слабости на королевском фланге у черных будут весьма критичными для них. Белые пока играют ФЕ2, черные ФЕ7. Так или иначе, открытая линия Д не место для сильнейших фигур обоих соперников. Ладья Е1. Избыточная защита центральной пешки Е5. Черные играют КНД7 и С4. Рано или поздно этот ход нужно было сделать, и вот сейчас Таль прогоняет красиво стоящего на Д5 черного коня. Тот отходит на Е7. Таль развивается, снова нападая на этого коня. Ладья ФЕ8 защита и ладья АД1. Таль полностью закончил развитие, у него очень инициативная позиция. Правда, ничего конкретного пока не видно. Дункан Саттлс играет А5. Таким образом, он не только угрожает ходом А4 прогнать слона с поля Б3, но еще и обеспечивает своему коню удобную стоянку на С5. После отхода слона с поля Б3 угрозы Б2-Б4 не будет. Здесь очень интересный момент. Михаил Таль мог сразу сыграть слон С2. Движок пишет, что это лучшее решение. Но 8-й чемпион мира решил заблокировать пешку, поставив слона на поле А4. Видимо, таким образом он не только мешал черным сразу поставить пешку на Б5, но еще и заманивал черного коня на поле С5. Черные, конечно, сыграли конь С5, белые отошли слоном на С2 и ладья АД8. Чего добился Таль? Определение позиции черного коня, который в принципе мог стать и на Б6, а мог оставаться на Д7, создавая давление на пешку Е5. А3 играют белые, имея ввиду провести Б2-Б4 и согнать коня с поля С5. Черные разменивают одну пару ладей и в этой позиции играют конь Д7. В этой ситуации пешка на Е5 оказывается под тройным ударом, приходится отходить слоном на поле Ф4 и далее конь Б6. Здесь Михаил Таль отводит слона на поле Д2, нападая на пешку А5 и черные вынуждены отвести ладью на поле А8, защищая эту пешку. Слон С3. Вот такую стоянку для своего слона выбрал Михаил Таль, но как покажет дальнейшее течение партии, на С3 слону не так-то уже и уютно. После хода С5, слон Е4, конь А4 и черные напали на легкую фигуру белых и для того, чтобы не лишиться преимущества двух слонов, нужно отвести слона АЖ на поле Е1. Конь С6. Играя Дункан Саттлз, в этой позиции ему казалось, что пешка на Е5 теряется, так как все-таки она под тройным ударом и всего одна фигура белых защищает ее. А размен на поле С6 вроде бы выгоден как раз черным, так как белые лишаются преимущества двух слонов. Но Михаил Таль все-таки сначала разменялся на С6, черные забрали своим ферзем и им показалось, что они своего достигли. Но тут последовала громоподобная жертва фигуры на поле А5. Слон бьет А5, сыграл Михаил Таль, но и тут действительно черным не позавидуешь, потому что вряд ли Таль просто так зевнул слона, он его пожертвовал с целью захватить восьмую горизонталь. В этой позиции сильнейшим является ответное взятие на Б2, то есть контр-жертва фигуры, забираем на Б2 и если тут забрать на А5, то белые побеждают, вот в таком интересном варианте. Ладья Д8, слон Ф8 и ферзь Д2, угрожая после ферзь А6 соорудить очень неприятное давление на слона Ф8. Ферзь С7, нападая на ладью, та отходит на Е8, нужно черным что-то делать, Ф6 и теперь уже наносит белый ферзь удар на поле Д6. Взяли-взяли, ну и здесь белые выигрывают фигуру. На короле всем следует Д7, далее Д8 ферзь и белые побеждают. Но тут сильнейшим продолжением является не взятие на А5, а ферзь А4 с нападением на ладью Д1. Далее такой форсированный вариант. Шах, ладья Д8, взяли-взяли, белые на мгновение остались с лишней фигурой. Правда после ферзь Д1 фигуру черные отыгрывают, но белые забирают важную пешку на Б7 и создают отдаленную проходную по вертикали А. Позиция здесь у черных очень неприятная, но какие-то определенные шансы на спасение все же оставались. А Дункан Саттлс решил проверить основной вариант комбинации Таля, принял жертву на поле А5 и Михаил Таль внедрил ладью на Д8 с шаха. Слоны Ф8 и ферзь Д2. Идея пойти ферзь на поле А6, кроме того еще и под ударом ладья на А5. Черные сыграли ферзь С7, защищая свою ладью, беря под удар ладью соперника, не давая белым пойти ферзь А6, но ладья отходит на Е8 и угроза ферзь А6 снова на повестке дня. Король Ж7 защита, а белый ферзь становится на Ж5 с угрозой ферзь Ф6. В этой позиции довольно интересные варианты возникали в случае КБ6, далее ферзь Ф6, король Ж8, конь Ж5 и на ход ладья А8 с целью разменять ладьи следует очень красивый и сильный удар КЕ6. Угрожает мат ферзь Ж7, так как слон связан, также ферзь под ударом. Конечно, в случае взятия коня следует моментальный мат ферзь бьет Ф8, ну и черный здесь беззащитный. Если же тут пойти А6, попытавшись прогнать ферзя, то после ферзи Ф6, король Ж8, следует еще вот такой очень красивый ход, как конь Ж4. Оказывается, жертва на Ж6, убийственная для черных, здесь неотвратима. Действительно, черные ничего не могут поделать. Поэтому здесь Дункан Саттлс решил распорядиться своими фигурами, стоящими на ферзевом фланге, следующим образом. Ладья А7 и после хода ферзи Ф6, король Ж8, конь Ж5, очевидно, что угрожает ход конь бьет Е6, следует ферзь Д7 с нападением на ладью. Ладья Д8 и здесь отходить на С8 черным смысла нет, так как следует очень красивая жертва. Ладья бьет Ф8, завлечение на вертикаль Ф и после хода конь Е6, эта вилка решает исход партии. Очень красивые, короткие, но в то же время органично вплетающиеся в основную конву комбинации варианты. Черные пошли в Б6 и отдали своего ферзя, спасения просто не было. Действительно, Михаил Таль, великий художник шахмат, настоящий шахматный кудесник комбинации, который мог предвидеть вот такие невероятные повороты шахматного сюжета и в итоге многие его соперники просто не поспевали за скоростью его мысли. Так и случилось в этой партии, Саттлс просто отдает ферзя, ну и Таль забирает на Д7 и реализует свой перевес очень энергично. Б3 нападая на коня, если в данной позиции отойти конем на поле Б2, либо на С3, то последует конь Е6. Все тот же удар, в случае взятия ферзь Е6 двойной удар, нужно закрываться, ну и здесь ферзь Д5. Очевидно, что конь запутался, ферзь спустится на поле Д2 и белая получит решающий материальный перевес. Поэтому черные сыграли иначе, слон Ж7, контратакуя ферзя, тот отходит на Ф3. Черный конь под ударом, если отойти на Б2, то последует ферзя 8, слон Ф8, ферзь Е8 с нападением на ладью, она должна отойти по седьмой линии, защищая пешку Ф7, например на Б7. И дальше белые могут сыграть ферзь Д8, снова начиная охоту на черного коня. Но здесь Дункан Саттлс пошел А6, контратакуя белого коня, ферзя 8, слон Ф8 и конь Е4. Создавая грузу вилки, ладья Д1, шах, король Х2 и конь Б2, кое-как черные спасли свои фигуры, но это лишь временное явление, конь Д6. Сейчас стоит напасть ферзем на пешку Ф7 и позиция черных расцепится. Конь Д3 играют черные, пытаясь забрать пешку на Е5 и тем самым защитить свою пешку на Ф7, но после хода в ферзе в 3 партия закончилась. Черные сдались, так как это натуральный двойной удар и здесь канадский гроссмейстер, конечно, понял, что его позиция совершенно безнадежна. Вот такая очень интересная партия Михаила Таля, она типична для него. Пожертвовав легкую фигуру, восьмой чемпион мира сумел предвидеть все возникающие осложнения и в итоге закономерно праздновал победу. Надеюсь, что данное видео вам понравилось, поэтому, как обычно, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, а также оставляйте свои комментарии. По-прежнему на канале пока что прекращены стримы, так как очень большая занятость в связи с окончанием учебного года у автора данного канала. Но как только наступит лето, мы с вами вздохнем с облегчением, стримы возобновятся, обзоры партии будут выходить чаще, но, конечно же, до этого еще нужно дожить. Спасибо за внимание, до свидания.